Основные течения в постмодерне Фрагмент из книги Петера Козловски «Культура постмодерна» Москва, издательство Республика, 1997 год На сегодняшний день постмодерн философии и искусстве представляется еще открытой ареной столкновений конкурирующих друг с другом сил. Однако среди них все же можно выделить три основных течения. 1. Поздний модерн или трансавангард. 2. Постмодерн как анархизм стилей и направлений мышления. 3. Постмодерн как постмодерный классицизм в архитектуре и постмодерный эссенциализм или неоаристотельский синтез учения о естественном праве с либерализмом философии. 4. Поздний модерн представляет собой постмодернизм как усиление модерна, как эстетика предбудущего времени и превосхождения идеала современности. 5. Примат нового требует от модерна, который грозит стать классическим, преодолеть, превзойти самого себя. 6. Демон модернизации требует от нового, грозящего стать старым, усиления нового. 7. Нововведения в позднем модерне имеют значение нового в новом. Так возникают варианты превосхождения авангарда в трансавангарде и у новых новых и нуови-нуови, как называет себя одна итальянская группа. 8. Варианты усиления авангарда, в которых заметны как следы диктата модерна, так и определенная ироническая дистанция по поводу давления со стороны нового. 2. Анархический вариант постмодерна следует лозунгу полифераминга «Anything goes» с его раскрепощающим потенциалом эстетического и методического анархизма и опасностью вседозволенности и эклектизма, которые свойственны анархическому плюрализму. После господства функционалистского пуризма в архитектуре и аологических испанских сапог в научно-теоретическом исследовании возможности расширения опытной и изобразительной сферы за счет новой колоритности необозримы. Вседозволенность, вероятно, представляет опасность для художника и философа тоже, так как сюжет и форма выражения больше не оказывают ему сопротивления и не устанавливают ограничений, которые могли бы отрицательно повлиять на субъективность. В литературе, посвященной проблемам постмодерна, неоднократно с удивлением и сожалением отмечалась близость различных позиций в постмодерне. Эстетика философского анархизма, представителей субстанциальных форм жизни, постмодерного классицизма. Разрешить этот парадокс сравнительно просто. Достаточно лишь намека, чтобы понять, что между законченным нигилизмом и дикой анархией существует глубокое противостояние. В данной борьбе речь идет о том, превратится ли человеческое поселение в пустыню или в девственный лес. Если условие поставлено таким образом, то духовный первозданный лес необходимо предпочесть духовной пустыне. Однако девственный лес – это такое место, где человек не может остаться. В недрах анархистского постмодерна возникает шанс эссенциального постмодерна, который в состоянии противопоставить жаргону и эстетике иносказательности новые субстанциальные формы. Постмодерный эссенциализм в искусстве, философии и экономике воспринимает из античного и современного наследия прежде всего то, что может служить примером – эталоном. Он делает это, оставив позади модерн с его принципом субъективности и индивидуальной свободы. В противоположность попытки осмыслить мышление как диалектический или дискурсивный процесс, постмодерный эссенциализм акцентирует оформленность мира и нашего познания идеями или эссенциями, сущностями, без которых не было бы непрерывности ни внешнего мира, ни познания и памяти. Мир от природы своей имеет формы, превосходящие единичные конфигурации в остальном случайного диалектического или дискурсивного процесса. Осмысление процесса как единого целого, не только на внешнем уровне, без признания сущностных форм, приводит к тому, что воспроизводится только то, что при таком осмыслении должно быть подвернуто критике – преобладание процессов, обращения и реверсивности. Идеалу расплавления и обращения следуют также и анархолиберальные критики модерна – постмодернисты типа Леотара, Глюксмана. Последние обречены на него даже, пожалуй, в большей степени, чем философы-модернисты, поскольку они отвергают также и возможность соотнесения с трансцендентностью данного, как это удавалось в обоих мастерских изложениях немецкого идеализма. Они отвергают концепцию единства жизни, идеи и жизни конечного субъекта, как позиции права гегельянцев, так и младо-гегельянский подход в диалектическом материализме. Критика Леотара в данных позиции упускает из виду тот факт, что существуют различные мета-рассказы, что подходы права и младо-гегельянцев не идентичны и что завершение одного изложения еще не значит, что все эмпирические проблемы исчерпаны, что вся метафизика окончена. Для постмодерного эссенциализма в противоположность анархолиберализму французских постмодернистов самое главное – интегрировать субстанциальные формы жизни в процесс обращения современного общества и прояснить, как они должны сочетаться с личной свободой и с чрезмерно повышенной подвижностью общественно-экономических процессов. Сейчас главное в метафизике и онтологии соединить сущностное мышление с философией субъективности, социальной философией на основе аристотелевско-томистской традиции естественного права и традиций конституционного и личной основы либерализма, достичь неоаристотелевского синтеза учения о естественном праве и либерализме. Основу постмодерного эссенциализма составляет не натуралистическая, а антропологическая метафизика. Всеобщая единая действительность должна быть познана не через мир, а через человека. Именно человека, а не природа без человека, составляет основополагающую модель всеобщей действительности и источник аналогии в мышлении. Потому что к познанию и объяснению предметов нужно идти от человека, а не наоборот – познавать человека через предмет. Постмодерн – это философский эссенциализм, так как все достигнутые в постмодерне разделения и развлечения, все то плохое, что было порождено искусством, религией, наукой, в отрыве друг от друга – все это он оценивает не как последнее слово, а как подлежащее обязательному преодолению неправильное развитие, которому в жизни должна быть противопоставлена новая интеграция этих трех областей духовного. В то же время постмодерн – это эссенциализм, так как он стремится избежать двух опасностей предмодерного классицизма – академизма, точного копирования и опасности социальной дифференциации и соотнесенности с определенными социальными слоями, что свойственно всему классическому. Со времен Римской империи слово «классиш» имеет оттенок классового различия, классового сознания. Поскольку нам удалось обрести в современности общие права свободы и мы обязаны сохранить демократические свободы, права человека и правовое государство как значительные достижения модерна, то мы можем стремиться к новому синтезу этих свобод и субстанциальных форм эстетического и социального. Самое главное, говоря словами Гегеля, которые до сих пор не утратили своего значения, состоит в том, чтобы мыслить субъект как субстанцию, а субстанцию в то же время как субъект. Такова Гегелевская концепция философии права и программа, которая направляет человеческую культуру. Не существует проекта античности или современности. Если есть проект, который мог бы быть обязательным для всех и во все эпохи модерна и постмодерна, то такова программа человечества. Она не является привилегией какой-либо одной эпохи и с её завершением не заканчивается. Если существует программа человечества, то начинается она с Пифагора в Греции и с книги мудрости в иудаизме, а вершины своей достигает в Евангелиях христианств. Нужно следовать шлегелевскому, общечеловеческому, а не фейербаховскому, атеистическому понятию модерна как теагонии высшего существа человека. В своих сочинениях 1795-1797 годов, ставших значимыми для теории модерна, Фредрих Шлегель высказывает мнение, что модерн в эмфатическом, в общечеловеческом смысле начинается не с просвещения, а с Пифагора. Сократ или даже ещё в большей степени Пифагор, который впервые отважился попытаться регулировать нравы и государства в соответствии с идеями чистого разума, стоят во главе новой истории, то есть системы бесконечного усовершенствования, а это значит современности в широком смысле этого слова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова